В размеренную жизнь семьи Тихоновых проблема пришла откуда не ждали. В предвкушении загородного отдыха они отправились в свой дом в деревне Дроздова, но путь им преградил охранник. Дорога находится в ведении ЗАУ совхоз имени Ленина, подконтрольного Павлу Грудинину. Товарищ, который охраняет, сообщил, что я вот до вас не пустил семью с инвалидом. Они два часа ждали полицию и вас, соответственно, тоже не пущу. 50-го числа днем мы ездили нормально, пускали, вечером уже не пустили нас. Не объясняй ничего? Не объясняй, сказали, что распоряжение Грудинина такое, не пускать вас больше. Автомобиль Алексея Елены Тихоновых, в котором, кстати говоря, и их малолетний ребенок, подъезжает к шлагбауму. Здесь их уже встречает охранник. По его словам, теперь здесь введен пропускной режим и для проезда необходимо выписывать пропуск. Скажите конкретно, где можно, вот человек утверждает, что можно получить пропуск. Скажите, а где его можно получить? Это совхоз не Ленина, это администрация, совхоз не Ленина. Я могу номер телефона себе. Он дал номер, он не отвечает. Но сейчас-то им нужно на свой земельный участок как-то проехать. Почему нельзя войти, скажем, в это положение и не пустить их? Это не моя, собственно, все ее только заняли. Мы эти подоговоры. Во время нашего диалога подъезжают другие автомобили. Прямо за шлагбаумом арендуют здание несколько строительных фирм. Туда водители проехать могут без проблем. Мне нужно и в Гранд Текстиль какой-то заехать. Как вызывать? Гранд Текстиль, опт. Приезжайте на обратном пути. Призывы к охраннику пропустить автомобиль местных жителей действия не возымели. Отъезжаем, чтобы не мешать остальным участникам движения. Честно пробуем позвонить по номеру администрации ЗАО совхоз имени Ленина, который дал представитель охранной фирмы. Пробуем дозвониться. Пробуем дозвониться. Номер, который нам дал охранник, не работает. Он не отвечает никогда. Постоянно. Никогда он не отвечает. Один из жителей, который также не может подъехать к своему участку, не поленился и съездил в администрацию ЗАО совхоз имени Ленина. Но и эта поездка оказалась безуспешной. Обращался туда, где выдают пропуска. Там сказали, они не имеют права. Почему? Потому что это земля частная. Совхозу принадлежит. Мы по ней не можем ездить. Не дают нам права такого. Мы не арендаторы, мы живем, как говорится, в поселке. И почему-то конкретно что-то объяснить они нам не могут. Сказали, что не дадут нам пропуск и все. Грубо говоря, практически без обоснования. ЗАО совхоз имени Ленина в последнее время постоянно мелькает в сводках новостей, но не в качестве производителя земляники. Разрушение дороги в развилке, уничтожение совхозного дома культуры, отключение воды в деревне Слобода. И вот новая проблема для рядовых жителей, ставших заложниками амбиций Павла Грудинина. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.